Потому что мужеством духа своего терпеливо перенесший искушения и страдания, он все нанесенное ему злым намерением, обратил себе во благо, в преумножение блаженства своего в будущей жизни. 180. Страница 111. Так терпение Иовани дьяволу, сделавшему его более славным своими искушениями, стяжало доброе воздаяние, а ему самому, мужественно их перенесшему. 18. И Иуде не даровано будет освобождение от вечных мук ради того, что предательство его послужило ко спасению рода человеческого. 19. Ибо не на последствия дела надо смотреть, а на расположение делающего. 20. Почему нам должно неизменным сохранять твердое убеждение в том, что никому от другого не может быть нанесено зло, если только сам не привлечет его к себе слабостью из своего сердца и малодушием? 21. Когда и блаженный апостол в одном стихе такое же утверждает положение, знаем, что любящим Бога все поспешистует ко благу. 22. Ибо говоря, все поспешистует ко благу, он обнял этим все вместе, не только такое, что считается счастьем, но и такое, что почитается несчастьем, как в другом месте о себе говорит тот же апостол. 23. Что он прошел через то и другое, оружие правды, правой и слевой, то есть славой и бесчестием, досаждением, благохвалением, 24. Как лесы и истины, как оскорбящие, присно же радующиеся, как нищие и многобогатящие. 24. Итак, все, как то, что почитается счастьем, что апостол относит к десной стороне, означает то словами слава и благохваления, 25. Так и то, что почитается несчастьем, что выразил словами бесчестие и гождение, относя то к левой стороне, 25. Соделывается у мужа совершенного оружием правды, если он нанесенный ему прискорбно и великодушно переносит, 26. Сражаясь этим самым, то есть как оружием пользуясь тем самым, чем на него нападают, 27. И им, как луком, мечом и крепчайшим щитом, будучи вооружен против тех, которые ему то наносят, 28. В совершенстве проявляет свое терпение и мужество, 28. Восхищая славнейшее торжество своей непоколебимости тем самыми вражескими стрелами, 29. Которые поражают его насмерть, 29. Если таким образом, несчастьем не возносясь, 30. Ни в несчастье не падая духом, нашествуя прямой дорогой и царским путем, 31. Не будет он такого мирного устроения сердца, 31. Ни нахождением радости сдвигаем, как бы на право, 31. Ни опять нападением несчастья, приливом печали сталкиваем, как бы налево. 31. Мир мног, любящим закон твой, и, Господи, нет им преткновения, 32. Свидетельствует святой Давид. 31. А тех же, которые при каждых находящих случайностях изменяются, 31. Соответственно, их свойствам и различиям, так говорится, 31. Безумный, как луна, изменяется, 32. Стерахов 27, 11. 31. Так же о совершенных и премудрых говорится, любящим Бога все споспешит в облагу, а о слабых и неразумных возглашается. Все противно суть мужу безумному. 31. Притча 14, 7. Потому что он ни счастьем не пользуется во благо себе, ни несчастьем не исправляется. 31. Такая же нравственная сила требуется для того, чтобы мужественно переносить при скорбности, 31. Какая для того, чтобы сохранять должную меру в радостях. 32. И то, несомненно, что кого выбивает из своей колеи а одна из этих случайностей, 33. Тот не силен ни против какой из них. 34. Впрочем, счастье более вредит человеку, чем несчастье. 35. Ибо последнее иногда против воли сдерживает и смиряет, и приводя в спасительное сокрушение, или менее грешить располагает, или понуждает со всем исправиться. 36. А первое, надмевая душу пагубными, хотя приятными, лестьми, в страшном разорении повергает в прах тех, которые по причине успехов, счастья, считают себя безопасными. 37. Такие совершенные мужи в священном писании иносказательно называются абое деснаручными. 38. Каким был, как в книге судить пишется, аод, который обеими руками пользовался, как правыми. 39. 3. 15. Духовно таким совершенством и мы можем обладать, если счастье, почитая десным, и несчастье, называемое левым, добрым и правым употреблением, будем обращать к правой стороне, чтобы все, что бы ни случилось с нами, было для нас по апостолу оружием правды. во внутреннем нашем человеке мы усматриваем две стороны, и, так сказать, две руки. 40. И ни один из святых не может не иметь, как той, которую мы называем правою, так и той, какую называем мы левою. 41. Но совершенство его добродетели познается из того, что он ту и другую обращает в правую, добре пользуясь ими. 41. Чтобы яснее можно было уразуметь, о чем у нас речь, говорю, 42. Имеет муж святой правую, когда являет духовные успехи, когда горя духом господствует над всеми своими пожеланиями и похотениями, когда, будучи свободен от всякого дьявольского нападения, без всякого труда и неудобства отрывает и отсекает сладские страсти, когда вознишится от земли и горе, на все настоящее земное смотрит, как на неустойчивый дым и тень пустую, и презирает то, как имеющая точность перейти, когда восхищение ума не только пламенно желает будущего, но и яснейше видеть его, когда действий нише питается духовными созерцаниями, когда ясно усматривает, как в отверстие для него дверь, небесное таинство, когда чистое пламя высылает молитвы Господу, когда, разгоревшись огнем духа, всем устремлением души, так приселяется к невидимому и вечному, что думает, что он уже не находится во плоти. Имеет он та же и левую, когда объемлется бурями искушений, когда к плотским вожделениям воспламеняется приливами похотных возбуждений, когда к неистовому гневу поджигается огнем раздражительных смущений, когда самовозношением подсвекается гордость или тщеславие, когда угнетается печалью смерть, соделывающая 2 Кориевным 7.10, когда расстраивается в конец нападками злокозненного уныния, и когда по уходе всего духовного жар цепенеет от охлаждения и некой безотчетной тоски, та, что не только добрая, внутренний жар, возгревающий помыс, помышления отходят от него, но и псалому молитвы, чтения, и келейные уединения вместе с тем, становятся для него ужасно скучными, и все орудия добродетелей встречаются с нестерпимым некоторым отвращением и нехотением, с чем всем, когда поражаем бывает монах, доведает, что его теснит левая сторона. Итак, кто не по поводу того, что, как мы сказали, принадлежит к правой стороне, не будет надмен превходящим тщеславием не против того, что принадлежит левой части мужественно ротоборствуя, не впадет в отчаяние, то той и другой рукой будет пользоваться, как правою, и в том и в другом действовании, оказавшись победителем, получит пальму победы, как с левого, так и с правого своего состояния. Таковую пальму, как считаем, заслужил боженый Иов, который за действование правого венчался венцом, когда, будучи богатым и знатным отцом семи сынов, каждодневно приносил Господу жертвы за очищение их, желая сделать их не столько себе, сколько Богу благоугодными и родственными, когда дверь его была отверстая для всякого приходящего, когда был он ногою хромым и оком слепым, когда овчинами с овец его были согреваемы рамена немощных, когда был он отцом сирот и мужем вдовиц, когда даже в сердце своем не радовался о погибели врага своего. Тот же опять Иов, действуя левую, неподражаемо высоким мужецем, торжествовал над бедствиями, когда в одно мгновение, лишившись семи сынов, не как отец убивался жестоким горем, но как раб Божий упокоивался в воле Творца своего, когда из богатого, сделавшись беднейшим, из избыточного нагима, из здравого прокаженным, из знатного и славного, уничиженным и презренным, сохранил мужество духа неповрежденным, когда, наконец, лишившись всего своего достояния и всех имуществ, сделался обитателем гноище и как бы некий тело своего истязатель, жесточайший черепицу искребал сочившейся гной и, погружая персты вглубь ран, покрывавших все части тела его, извлекал оттуда червей. При всем этом он ни в малейшее не впал похуление Бога и ни в чем не пороптал на Творца своего, даже что, немало не устрашаясь такого бремени наичувствительнейших искушений. Он самую одежду, покрывавшую тело его, которая одна могла быть сохранена от дьявольского расхищения, потому что была на нем, разодрав и отбросив от себя, приложил еще и произвольную наготу к той, которую поразил его этот лютейший грабитель. Та же и волоса головы своей, которые одни остались еще неприкосновенными из прежних знаков славы, обрезав, бросил своему терзателю и отсекая таким образом то, что оставил ему свирепствующий враг. Таким небесным голосом изъявил радость о торжестве своем над ними. Неужели доброе будем принимать от руки Господне, а злое не будем? Наг, вышел я из чрева матери моей, наг, и возвращусь Господь. Дал Господь и взял, как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно. Пользуясь обеими руками, по праву назову я и Иосифа, который в счастье был любезен отцу, почтителен к братьям, благоугоден Богу, злосчасти целомудр, верен Господину своему в заключении темничном наикрочайше, об обидах, непамято злобив, врагам благотворителен, к завистливым почти убийцам своим братьям, не только нежно благорасположен, но и богато щедродателен. Это и с ним подобные праведы называются обоедесноручными, так как они той и другой рукой пользуются, как десницей. И проходя сквозь исчисленные апостолам искушения, подобно ему могут говорить «Оружие правды в левой и правой руке, славе и бесчестие, в поношениях и в славе» и прочее. Будем и мы обои бесноручны, когда и нас не будут изменять ни обилия, ни скудость временных благ, и ни то не будет увлекать к удовольствиям пагубной распущенности, ни это извергать в отчаянии ропотливости. Но когда в том и другом случае, равно воздавая благодарение Богу, равно извлекать будем плоды из счастья, из несчастья, когда будем такими, каким был истинный обоидесноручник, учитель языков, засвидетельствовавший о себе, я научился быть довольным всем, умею смиряться, умею и избыточествовать во всем и во всех навык, и научился насыщаться, и алкать, и избыточествовать, и лишаться все могу, укрепляющим меня. Искушение, как мы сказали, бывает двоякое, то есть через счастье и несчастье. Причина же покоя искушаются люди, троякое. По большей части это бывает для испытания, иногда для исправления, а нередко и для наказания за грехи. Так для испытания, как читаем, перенесли, подобно Ио, бесчисленные скорби, блаженные Авраамы, многие святые. Для него же и народ иудейский подвергаем был искушениям в пустыне, как во второзаконии говорится Моисей. И да помнишь весь путь, которым провел тебя Господь, Бог твой, значит, сорок лет в пустыне, чтобы искусить тебя и озлобить тебя, и уразумеется, что в сердце твоем, если сохранишь заповеди его или нет, в второзаконе 8.2. И как напоминается об этом же в псалме, искусил тебя на воде пререкания. А что Иов для этого именно подвергся всему, что перенес, об этом прямо свидетельствует сам Бог, говоря, мне думаешь ли, что меня, как тебя сотворившую, разве да явишься прав? Иов 43. Для исправления же это бывает, когда Господь, смиряясь своих праведных за малые какие-нибудь и легкие грехи или за превозношение своей праведности, предает их разным искушениям, что в настоящее время, очистив их от всякой скверных помыслов и выжигши всякую, какую не видит укрывшуюся во внутренностях их нечистоту, представить будущему испытанию подобными золоту чистому, не позволяя остаться в них ничему, что после этого испытав огнем суда, нашел бы необходимым очистить наказательным жжением. В этом смысле сказано многие скорби праведным, также сын, не пренебрегай наказанием Господнем и не ослабевай от него, будучи обличаем. Ибо кого Господь любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если терпите наказание, общее всем, то с вами Бог поступает, как с сынами, ибо если такой сын, которого не наказывал бы отец, если же остаетесь без наказания, то вы уже не сыновья, а прелюбодейчащие об апокалипсисе, которых люблю, обличая и наказываю. Таковым под образом Иерусалима от лица Божия пророкам Иеремии еще такая обращается речь. Сотворю скончания во всех языках, покончу их, в ней же рассеял тебя, тебя же не сотворю в скончании, но накажу тебя в суде. Иеремия 30.11 О каковом спасительном исправлении молит святой Давид, говоря, «Искуси меня, Господи, испытай меня, разжи утробу мое и сердце мое». 25.2 Так же и пророк Иеремия, разумея спасительность такого искушения, взывает, «Накажи нас, Господи, обащи в суде, а не в ярости». 10.24 «Равно Исаия, благословлю тебя, Господи, ибо разгневался ты на меня и отвратил всю ярость твою и помиловал меня». 12.1 Посылается удары искушений по грехам. Так Господь угрожает послать такие удары народу израильскому, говоря, «Зубы зверей пошлю на тебя с ярости пресмыкающихся по земле». Раззаконит 32.24 И в псалмах о них говорится «Многие раны грешнику». 31.10 Так же и в Евангелии «Вот ты здрав, не греши больше, чтобы не сделаешь с тобой чего хуже». Есть еще и четвертая причина, по которой иным посылаются некоторые страдания, как знаем из Писания. Именно «Доявятся через то слова и дела Божии». Так в Евангелии говорится о слепорожденном. «Ни он цей не согрешил, ни родители, но доявятся дела Божии на нем». И о болезни Лазаря. Это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится Сын Божий ее ради. Есть и другие роды отмщений Божиих, которыми поражаются некоторые превзошедшие самую высшую степень зла, и на которые были осуждены, как читают, Дафан, Аверон и Корей, а и наиболее те, о которых говорит апостол. Всему предал их Бог по стыдным страстям делать непотребство, что надо было почитать более всех других наказаний тяжким. Об них-то и говорит псалмопевец. «В трудах человеческих нет их и с прочими людьми не подвергается ударам, ибо не заслуживает быть спасенными посещением Господнем и получить уврачевание посредством временных наказаний, как в нечаянно вложившее и предавшее себя студобияние в делание всякой нечистоты» в Китаяном 4,19 «И по причине ожесточения сердца своего от долговременного пребывания в непрестанном грешении, превышающие все меры очищения и отмщения весьма короткий срок жизни в веки всем. Таковы их божеское слово укоряете через пророка Амоса «Разорил вас, якоразори Бог Содом и Гаморру, и были, как главная исторжена, головня исторжена из огня, и не обратились ко мне, говорит Господь» 4,11 «И через пророка Иеремию убивал, погублял людей моих, и не обратились от путей своих» 15,7 «И в другом месте бил их, и не поболели, сокрушил их, и не восхотели принять наказание, ожесточились лица своими, боли и камни, и не хотели обратиться» 5,3 «Так, наконец, Господь, как искуснейший врач, истощив все спасительные врачевства, и видя, что не остается уже ни одного целительного средства, которое можно было приложить к ранам их, некоторым образом как бы препобеждается великостью неправтых, и вынужден был отступить от милости его своего их наказания, возглашает им, говоря, «Отнимется рвение мое от себя и почи, и к тому не попекуся» Иезекиилия 16,42 «А другие же, которых сердце не ожесточилось еще частостью и грешения, которые не заслужили еще такого жесточайшего истребительного казнения, но способны принять вразумительное наказание во спасение, говорится, «Накажу их, слух оскорблений их, вразумлю, дав услышать об угрожающей их скорби» Осия 7,12, 183 «Как приобресть и сохранить терпение и благодушие? Истинного терпения и благодушия не приобресть, не сохранить нельзя бессердечного смирения. Когда терпение будет исходить из этого источника, тогда для избежания скорби от неприятностей не нужно будет ни запираться в теле, ни укрываться в пустыне. Утверждаясь в глубине души на добродетели смирения своей родительницы и охранительницы, оно не имеет уже нужды во внешних пособиях. Почему, если по причине какой-либо напрасной мы распреваживаемся, то явно, что в нас непрочно утверждена основа смирения. Издание наше внутреннее при набеге даже маленькой бурьки подвергается разрушительному потрясению. Не тогда терпение похвальное и достойное удивление, когда внутреннее спокойствие хранится, не будучи потрясаемо никакими стрелами врагов, но тогда величественно оно и славно, когда пребывает непоколебимым во время устремления на него бури и искушений. И оно чем, по-видимому, сокрушается и потрясается, тем более укрепляется и тем более изощряется, что, по-видимому, притупляет его. Ибо никому не неведомо, что терпение получило свое имя от перенесения при скорбности, и потому никто не может быть провозглашаем терпеливым, кроме того, кто все причиняемое ему переносит без тревоги. И за это именно незаслуженно так, не незаслуженно так похваляется он Соломоном. Лучший муж долготерпеливый, более крепкого, удерживающий гнев, более завоевателя города. Притча 16-32. Еще долготерпеливый муж, мног в разуме, малодушный же, крепко безумен. Притча 14-29. Итак, когда кто, потерпев напраслену, возгорается огнем гнева, то нанесенное ему оскорбление должно почитать не причиной такого греха его, но лишь поводом к обнаружению сокрытой в нем болезни гневной. По смыслу притчи спасителя о двух домах, одном построенном на камне и другом построенном на песке, на которые оба с одинаковой силой напали устремление вод и бури вветренные, с неодинаковым однако же последствием, ибо при этом тот дом, который построен на твердом камне, никакого совсем вреда не потерпел от такого сильного напора, а который был построен на подвижном песке, тотчас разрушился, и разрушился очевидно не потому, что подвергся удару волн наводнением на него устремленным, но потому, что был по неразумии построен на песке, так и святой человек не тем разница от грешника, что не столь же сильным, как он искушением искушается, но тем, что он не бывает побеждаем и великими искушениями, а тот падает и под малыми, и не было бы, как мы сказали, похвально мужества какого-либо праведника, если бы он являлся победителем, не будучи искушаем, да и места не могла бы иметь победа, если бы не было вражеского нападения, ибо блажен муж, который претерпевает искушение, дабы был испытан принять венец жизни, который обещал Бог любящим его, ибо апостолу Павлу сила Божия не в покое и в утехах, а в немощи совершается, ибо так, говорит Господь Иеремия, все положил тебя здесь как город твердый и столб железный, и как стену медную крепкую всем царям иудиным и князьям его, и священникам его, и людям земли, и ратовать будут на тебя и не примогут, потому что с тобой и я, Иеремия 1, Такого терпения я хочу представить вам два, по крайней мере, примера, из которых один показала одна благочестивая женщина, которая, желая усовершиться в добродетели терпения, не только не бегала искушений, но еще искала, чтобы ее огорчали, и сколь нечасто была оскорбляема, не падала от искушений. Женщина эта жила в Александрии, происходила от знатного рода и в доме, поставленном ей родителями, оставленным, благочестно работала Богу. Однажды, пришедшая к блаженной памяти архиепископу Афанасию, она просила дать ей на содержание и упокоение какую-либо вдову из презираемых на церковном иждивении. «Дай мне», говорила она, «одну из сестер, которые бы я успокоила». Первосвятитель, похвалив такое доброе намерение женщины и ее усердие к делу милосердия, приказал выбрать из всех такую вдовицу, которая бы превосходила всех честности, ее нравов, степенности, обходительностью, чтобы желание являть такую щедрость не было подавлено худостью, имевшей пользоваться ею, и чтобы имеющая являть ее, быв оскорбленна злонравием этой последней, не потерпела вреда в вере. И так, приняв такую избранницу, она привела ее в дом и стала ею служить во всем. но, видя ее скромность и тихость и получая от нее каждую минуту почет в благодарность за дело своего человеколюбия, она через несколько дней опять пришла к помянутому первосвятителю и сказала, «Я просила, чтобы ты приказал дать мне такую, которую бы я упокаивал и которая служила бы с полным послушанием». Он сначала не понял, чего ради такая речь и чего желает эта женщина. И подумав, что ее прошение по беспечности смотреть или за вдовицами было пренебрежено, не без душевного смущения спросил о причинах такого промедления. Ему сказали, что к ней отправлены честнейшие более других вдовицы. Тогда он, догадавшись, чего искала та мудрая жена. Велел дать ей вдовицу непотребнейшую из тех, которая всех превосходила бы гневливостью, сварливостью, буйством, болтливостью и суетностью. Когда нашли и дали ей такую, она, взявши ее в свой дом, таким же или еще с большим усердием стала служить ей этой, как служила первой. В благодарность же за такие услуги получала от нее только то, что та оскорбляла ее недостойной бранью, злословием, поношением и, укоряя ее с издительным ругательством, раптала, что она выпросила ее у архиепископа не на успокоение, а на мучение и перевела более от жизни покойной к тяжелой, чем от тяжелой к покойной. Такие оскорбления, продерживая эта женщина, простирала иногда до того, что не удерживала даже ее рук и так госпожа усугубляла за это смиренное ее служение, научаясь побеждать ее разъярение не сопротивлением, но более смиренным себя ей подчинением и укрощать ее неистовство человеколюбивой кротостью. Такими опытами утвердившись вполне в терпении и достигши совершенства всей желаемой добродетели, она отправилась к помянутому святителю поблагодарить его и за мудрый его выбор и за собственное благодетельное обучение, за то, что он, наконец, совершенно согласно ее желанию назначил ей такую достойнейшую учительницу и пристанными оскорблениями, которые укреплялись каждодневно в терпении, она достигла самого верха этой добродетели. Наконец, ты дал мне владыка для успокоения такую, какую именно я желала иметь, а та первая своим почтительным ко мне отношением скорее меня упокаивала и утешала, чем я ее. Этого достаточно сказать о женском поле, чтобы воспоминаниям о таком деле не только назидать, но и пристыжать себя. Так как мы, если не запрячемся в келье, то терпение сохранить не можем. 185. Теперь представим другой пример терпения Авы Пафнутия, жившего в совершенном уединении знаменитой скидской пустыни, в которой он теперь присвитерствует. Он, еще будучи юным иноком, просеял такой благодатной святостью, что сами великие мужи того времени дивились его приспиянию. И, несмотря на то, что он моложе всех, сравняли его со старцами и положили иметь его в этом сонме. Когда это огласилось, то зависть, возбудившая некогда против Иосифа души братьев его, разожгла и против него ядовитым огнем своим одного из числа скидских братьев, который злоумыслил обезобразить красоту его каким-либо пятном бесславия. Для этого, выждав время, когда Пафнутий отправился в воскресный день в церковь, вошел воровский в его келью и спрятал между плетеницами, какие там обыкновенно плетут из пальмов ветвей, свою книгу. Пришел и себе в церковь, довольный своей хитростью, а по окончании воскресной службы перед всеми братьями принес святому Исидору, бывшему тогда пресс-фитерам, жалобу, что у него из кельи украдена книга. Эта жалоба так смутила всех, особенно пресс-фитера, что не знали, что подумать и что предпринять, быв поражены таким новым и неслыханным там преступлением. Тогда Донешево всем обвинитель потребовал, чтобы, удержав всех братьев церкви избранных из них нескольких, послать и обыскивать все кельи. Когда три назначенные для этого пресс-фитерам старца, осмотревшие все другие кельи, пришли к келью и пафнути, то нашли в ней скрытую между пальмовыми плетеницами книгу, как спрятал ее там, на веки, и взял ее, принесли тотчас в церковь и положили перед всеми. Пафнути, хотя по чистой совести уверен в своей непричастности, никакому в этом греху, но как бы виновный воровстве предал себе суду старцев, изъявляя готовность понять, что будет присуждено в удовлетворении и прося дать место его покаянию. Он ничего не говорил в свое оправдание, но по стыдливой скромности опасаясь, как бы стараясь словами смыть пятно воровства, не подпасть сверх того еще осуждений и во лжи, когда никто не подозревал ничего другого, кроме того, что найдено. По окончанию разбирательства и составления о нем определения, вышел он из церкви неупадший духом, оберяя себя суду самого Бога и начал нести покаяние, усугубив молицию с обильными слезами, утроив пост и в крайнем смирении духа простираясь перед лицом людей, когда в продолжении почти двух недель подвергал он себя таким образом всякому сокрушению плоти и духа и потом в день субботний или воскресный рано утром пришел к церкви не для того, чтобы принять святое причастие, а для того, чтобы простершить у дверей ее смиренно просить себе прощения. Тогда Бог свидетель и ведет всего сокровенного, не терпя, чтобы он доли и сам себя сокрушал и был бесславен другими, дьявола заставил опубликовать то, что тот изобретатель зла, вещи свои вор бесчестный, славы чужой хитрый, а бесславитель учинил без всяких свидетелей, ибо въятый лютейшим демоном он сам раскрыл все хитрости скрытные своей проделки. И таким образом, кто был внушителем преступлений и козней, тот же сделался и предательским разглашателем. Потом этот нечистый дух сильный и долго мучил несчастного этого брата, так что его не могли очистить от него не только молитву бывших там прочих святых, которые имели божественный дар власти над бесами, но и особая благодать и Сидора при Сидера не изгнала этого лютейшего мучителя, хотя пощедродательности Господа ему дарована была такая над ними сила, что бесноватые до дверей его не были доводимы, как получали исцеление. Это потому было так, что Христос, Господь, славу сию сберегал для пафнутия, чтобы обидчик исцелен был только молитвами того, против кого строил поздний, и получил прощение в грехе своем и освобождение от настоящего наказания. в грехе от настоящего